сегодняшний день а ну сегодня у нас был спецучасток точно такой же как позавчера с небольшим дополнением в конце где-то там 20 километров или 25 и мы ехали точно потом по тому же треку вот и вчера я догнал соника и не мог его обогнать ехал в пыли и в общем мучился не мог никак насладиться ездой а сегодня я соника догнал обогнал и ехал почти до финиша 1 меня никто не догонял я никого не обгонял вот и я наслаждался сегодня ездой потому что мне никто не пылил темп я выбрал свой и было все здорово я парам получил все броды мне удалось переехать нормально я не утопил мотоцикл потому что у многих ребят были проблемы с этим они почему-то роняли мотоцикл в воду этого не строго делать нельзя нужно слазить с мотоцикла брать его за руль и перекатывать чтобы ни в коем случае не уронить воду потому что вода наберется в мотор и все и можно сказать что финиш вот и все я проезжал брод садился довольно на мотоцикл и дальше дальше гнал гнал только пыль столбом стояла не заехать то можно вот так и там остаться брызги быстро кончится и мотоцикл заглохнет и вот эти люди будут смотреть зрелище конечно для всех но просто на этом все кончится понимаете все проблемы поэтому брод это всегда опасная техника не любит брода не машина не мотоцикл вода и техника масло это но несовместимые вещи потом сегодня еще была ситуация саш максимов почти до финиша мы доехали там был последний бродик он такой был в принципе безобидный но с сильным течением как-то его почему-то так утащила под кусты куда-то там засосала его квадроцикл он беда туда я ему помог вытащить этот мотоцикл это все ребята я смотрел механики разобрали весь мост у него там задняя вода везде он оторвал глушитель в общем но он такой был довольны что он не остался в этой речке вот поэтому вода да нет кстати жарко на улице и когда по колено воду заходишь с мотоциклом честно говоря такое удовольствие вот ботинки высыхают вот моментально быстро ну у нас бивак это наша категория джи мото челлендж это райдеры в том числе я которые не имеют права имеют механиков мы сами себе райдеры и сами себе механики мы сюда приезжаем у меня ну как бы мы бокс райдера называется вот мой ящик в этом ящик в нем запасные части инструменты там чехол для мотоцикла всякие баллончики для цепи инструменты ну много всяких запасных мелких частей в общем и цепи звездочки все что понадобится поменять здесь в нашем камазе который перевозит наши вещи там у нас запасные колеса колеса вода генератор с электричеством тут мы можем подзарядить телефон и свои жилеты безопасности которые подзаряжаются вот у нас есть как бы менеджер команды рустам который следит за порядком вот так что у нас мы сюда приезжаем здесь коврики расстелены все готово наши сундучки стоят бери да делай в общем все удобно хорошо вот вон наши палатки подавился нет нет вот наши палатки они кстати очень они очень хорошие в них хорошо спать коврики все но утром у всех проблема их свернуть в обратную сторону они вот так вот пнешь ее она так раз и готовая очень приятно ее собирать но обратно собирать и никак вот ребята из монголии очень сильная команда сплоченные ребята у них монголия очень развит мотоспорт я даже этому удивлен они ездят на ралли репликах мотоциклах их поддерживает правительство они используют мусы в шинах то есть молодцы они прям настоящие джигиты молодцы и они мне помогли вчера ними был у нас же было два дня каменистых вот этих трасс с острыми камнями вот этот фэш-фэш песок камни острые очень очень каменистый спецучасток был вчера и позавчера и ребята я на я на камерах еду поставим тебе давай мусс подарили мне мусс который в принципе десятку стоит сами у него забортовали в колесо ну в общем вот такие ребята молодцы спасибо им вот завтра но тактика на завтра просто уже у нас финиш завтра поэтому тактику я могу выбрать только доехать аккуратно не ну конечно хочется и прокатиться ну и нельзя не падать ничего такого доехать финишировать и все проанализировать все на будущее я какой-то опыт приобрел я теперь знаю я слишком где-то много суетился чего не нужно было делать теперь я знаю что важно что не очень важно то есть я опыт приобрел атмосфера мне очень здесь нравится на биваке все очень да 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 ну я почему-то подумал что вот такие гонщики как матиас волкнер или там адриан ван беверин и мы все время задают такие вопросы но как бы одинаковые как прошел день в принципе как трасса как мотоцикл там и ну и все мне например было интересно почему матиас волкнер не стал пианистом а стал мотогонщиком вот что он любит кушать и как родители его относятся к его деятельности понимаете вот я сегодня успел взять интервью ван беверна адриана и у лучана беновидеса и сожалению переводчицы которые я пригласил для для этого интервью кончилось время и мы договорились на завтра поэтому такие вопросы и ребята мне беновидес подарил сегодня свою джерси рабочую джерси в которой он тренируется ну наверно знак благодарности я спрашивал у него там и про брата про его кевина беновидеса он же перешел в ктм и тут же травмировался так что атмосфера хорошая люди все дружелюбные только-только мы все познакомились и лица уже стал узнавать имена и уже финиш как-то вот немножко есть какое-то ну какая-то такое огорчение досада но все равно нормально не совсем же отменили гонку мы же прокатились и так что сегодня опять я ехал по чуйскому тракту 460 километров не 400 460 вот 20 километров проехать это очень долго едешь едешь едешь-едешь-едешь-едешь смотришь 21 а там 460 но чуйский тракт я вам скажу это просто зрелище необыкновенное мы туда ехали рано утром позавчера я еще немножко не выспался ну и сегодня ехал днем в обратную сторону совершенно другой и это бесконечно красивые виды просто и они не заканчиваются вот обычно знаете как бывает вроде так вот что-то красиво-красиво а потом ну и все это вот было красивое место а тут видишь 400 километров и просто все красивее и красивее красивее и красивее вот куда не посмотришь думаешь да как же так вообще что это где я так что всем советую обязательно семьей там побывать один раз вот